Музей, посвященный герою Великой Отечественной войны Николаю Баженову, открылся в 46-й школе в 2021 году. А вскоре учиться сюда пришла его правнучка Виктория. Сейчас ученица 9-го класса сама проводит экскурсии в музее, созданном в честь ее прадеда. Виктория родилась уже после его смерти, но много слышала о нем от своих родителей. Наверное, такая одна из самых интересных ситуаций, о которой мне рассказывали. Когда Держка всегда приезжал в Самару, он на несколько дней уезжал на рыбалку. Прямо в поле рыбачить, а потом приезжал с большими бочками рыбы. Наверное, такое одно из самых интересных. Экскурсии в школьном музее проводятся в рамках всероссийской акции «Дети детям» и подготовки к параду памяти. Они направлены на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Дети сами разработали, старшие, так сказать, ребята, они разработали экскурсии для младших школьников с заданиями. Ну, то, что им интересно, с заданиями. Но тематика у нас – биография Николая Александровича. Среди экспонатов музея – награда Николая Баженова, его служебный китель, старшего советника юстиции. После ранения Николай Александрович пошел учиться на юриста. С 1969 по 1981 годы был прокурором Куйбышевской области. Затем стал первым заместителем генерального прокурора СССР. О самых важных вехах биографии Николая Баженова старшеклассники рассказывают ученикам младшей школы. Он работал у нас 12 лет. Под его руководством было построено здание прокуратуры на Чапаевской, 151. Также ряд прокуратур в городе Тольятти. Их объем работ связан с автовазом. И благодаря Николаю Александровичу хищение запчастей, о которых тоже пойдет речь в экскурсии, удалось избежать. В экскурсионной группе были и дети, вынужденные переселенцы, которые приехали в Самару, а теперь получают знания в 46-й школе. Их родители, узнав, что в учебном заведении есть такой музей, тоже захотели послушать историю жизни Николая Баженова. Старшеклассники скоро пригласят на экскурсию и их. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.